МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша. Информационная программа «Республика» в студии Ольги Пырочкиной в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Цивильском районе отошли от протокола. Вместо казенного зала с трибуны районный центр развития культуры. В начале совещания вручение наград. Юбилейные медали получили участники войны. АПЛОДИСМЕНТЫ Подводя итоги 2014 года, исполняющий обязанности главы администрации Цивильского района Александр Казаков отметил, что в районе всегда большая ставка делается на сельское хозяйство. В 2014 году сельскохозяйственным отрасом по многим парадмахам наблюдается положительная динамика. Чистая прибыль сельскохозяйственных предприятий составила 343 миллиона рублей, или 2,2 с уровнем 2013 года. Каждая третья семья получили льготные кредиты на сумму более 1 миллиарда рублей для развития личных подворий. Из них только в 2014 году 444 семьи на сумму 112 миллионов рублей. Отмечу, за последние годы 7 начинающих фермеров района по программе поддержки начинающих фермеров на период 2012-2014 года получили государственную поддержку в форме гранта на развитие крестьянских фермеров на сумму более 7 миллионов рублей. И создали 20 новых рабочих мест. Данная программа продолжится и в текущем году. Цивильский район – один из ближайших к столице республики, что делает его особенно привлекательным в плане строительства жилья. И строительство здесь идет высокими темпами. Сегодня Цивильск получает порядка 140 тысяч дополнительных квадратных метров жилья. То есть с учетом того, что мы сегодня строим около 27 тысяч, еще на перспективу уже сформированы земельные участки дополнительно на 140 тысяч. Сегодня нормальная и здоровая конкуренция создана. Если говорить о том, что три года назад у нас практически одна строительная организация в Цивильске осуществляла строительство многоквартирных жилых домов, это ПМК-8, то сегодня еще дополнительно три строительные организации уже принимают участие в строительстве. Начали уже строительство и освоение земельных участков, и участие в аукционе. Думаю, здесь в этом направлении перспективы очень большие и радостные. Обсуждение итогов завершилось неформальным общением цивилян с Михаилом Игнатьевым. Жители района задали главе республики немало вопросов, связанных с перспективами развития муниципалитета. Марина Рябцева, Сергей Рябчиков, Республика. На протяжении двух дней в Крыму и Севастополе на разных площадках проходили концерты чувашских коллективов. Во время рабочего визита в этот округ представители официальной делегации республики встречались со своими земляками. Как живут чуваши в Крымском федеральном округе увидел и мой коллега Дмитрий Ковалев. Елена Фролова переехала в Симферополь более 40 лет назад, но и здесь она старается не забывать родной язык. Женщина говорит, что постоянно вместе с мужем просматривает в интернете информационные сообщения о чувашии. Именно так они узнали о визите официальной делегации республики в Крым. Все мы очень рады. Об этом даже разговор не может. Раз в жизни вообще-то. Наши 40 лет проживания в Крыму. Вы бы лично приехали откуда-то? Сибирестинского района. У нас очень много Сибирестинского района. По праздникам поздравляем. Весь этого тоже. Всегда стараемся. Всегда убедиться рады. Вообще отношения со своими земляками, которые сейчас проживают в Крыму, Елена и Борис стараются поддерживать. Говорят, что здесь они нашли друзей из Батревского района и Чебоксара. К слову, только по официальным данным в Крыму и Севастополе проживают более двух с половиной тысяч чувашей. Сейчас здесь хотят создать чувашское землячество. Эту идею уже не первый год вынашивает заслуженная артистка Людмила Васильева. Она работает в филармонии Крыма, но в 90-х годах выступала и в чувашском государственном ансамбле. Мы хотим создать небольшой чувашский дом, общество культурное чувашское, чтобы мы могли там встречаться, чтобы мы могли встречать делегации, тех людей, которые будут приезжать в Чувашии, чтобы мы могли там встречаться, какие-то праздники праздновать. Человек должен знать свои корни. К своим землякам приехали артисты чувашского ансамбля «Щавал». Концерт проходил с аншлагом. В зале не осталось ни одного свободного места. Именно этим концертом начинается культурное сотрудничество между нашими республиками. У нас в республике очень много интересных, классных, профессиональных и самодеятельных коллективов. Я очень надеюсь, что будет ваша воля, будет наша воля, и наши коллективы будут приезжать друг к другу в гости. Глава республики Михаил Игнатьев отметил, что чувашский народ единодушно поддержал решение крымчан войти в состав России. Жители собирали гуманитарную помощь, выходили на митинги солидарности. Крыму такая помощь была необходима. Глава региона Сергей Аксенов говорит, что сейчас в округе пытаются создать благоприятную среду для представителей всех национальностей. Украинские власти этого сделать не могли. Республика Крым такая же многонациональная, как и Чувашия. Здесь действительно у нас представлены многонациональности. Все имеют возможность развивать свои культурные и духовные традиции. Возможности для этого абсолютно равны, предоставлены всем конфессиям. Готовы включать в наш формат межнациональных, межконациональных отношений представители Чувашской общины на территории республики Крым. Мы рады приветствовать вас на севастопольской земле. Надеемся, что ваше здесь пребывание было приятным и будет дальше приятным. А вот так с караваем и солью встречали своих земляков представители Чувашской диаспоры в Севастополе. Здесь она существует уже более 10 лет. Поначалу в состав общины входили только военные моряки, а сейчас в ней состоят и обычные горожане. Здесь им удалось создать и собственный чувашский ансамбль. По праздникам в Севастополе они устраивают выставки и дают концерты. Вспоминаем старинные песни, стараемся рассказывать в школах, в библиотеках. Часто мы собираемся на историческом бульваре, каждый год у нас день исторического бульвара. Мы там показываем свои вышивки, национальные костюмы. Вот национальные костюмы мы в основном шили сами, вышиваем мы. Михаил Игнатьев поблагодарил земляков за вклад в развитие межрегиональных отношений. Активным членом общества глава республики вручил часы с чувашской символикой. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, республика из городов Симферополь и Севастополь. Назначен новый руководитель управления Федеральной налоговой службы по Чувашской республике. Им стала Марина Петрова. С марта 2012 года она занимала должность начальника инспекции Федеральной налоговой службы по Новочебоксарску. Марина Петрова родилась 26 апреля 1970 года в поселке Вурнар. Окончила Московский открытый социальный университет по специальности бухгалтерский учет и аудит. Имеет классный чин советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2-го класса. Награждена ведомственным знаком отличия почетный работник ФНС России. Начальник межрегиональной инспекции ФНС по Приволжскому федеральному округу Валерий Губанов отметил высокий профессиональный уровень Марины Петровой и выразил уверенность в том, что поставленные перед новым руководителем задачи будут успешно выполнены. Глава Чувашии встретился с Сергеем Легостаевым. С 2007 года он возглавлял прокуратурой Рязанской области. А сегодня его кандидатура представлена на должность прокурора Чувашской республики. Напомним, 5 февраля Владимир Путин освободил от должности прокурора Чувашии Владимира Метелина, который возглавлял республиканскую прокуратуру в течение 10 лет. Кандидатуру Легостаева на должность прокурора Чувашии внес генеральный прокурор России Юрий Чайко. У вас огромный опыт. Вы профессионал в своем деле. Проходили по иерархии в разных должностях. Я думаю, как государевого ока уже, как государственный муж, вы состоявшийся кандидат на должность прокурора Чувашской республики. В Чувашии проходит чемпионат рабочих профессий WorldSkills. Сегодня конкурсной площадкой стал Чебоксарский электромеханический колледж. Соревнования здесь самые многопрофильные. Но объединить их можно по двум направлениям. Электрическое дело и компьютерная технология. Все желающие прошли отборочные испытания. По дисциплинам системно-администрирования и веб-дизайн соревнуются 13 участников. Конкурс достаточно престижный. Конкурсы проходят в нескольких уровней. Хочется, конечно же, выиграть. То есть при достаточном уровне знания и при выигрыше в этом конкурсе, в принципе, можно найти работу по данной специальности фактически в любой организации Российской Федерации. Соревнования проходят в три этапа. На каждом этапе модуля участники получают оценки от экспертов, которые в дальнейшем суммируются. Ну, такие, во-первых, работы нужны, конечно, для студентов. Потому что есть, как бы сказать, направление для молодых специалистов, которые должны понимать, для чего они должны подготавливаться. И, соответственно, уже себя подводить под эти необходимые критерии. В сварочном и электромонтажном деле принимали участие студенты молодые специалисты не только из столицы республики, но и из ее районов. Я считаю, что важность очень большая. Как говорят, на сварке держится весь мир. Все на сварке. Профессия очень сложная, интересная. И поэтому привлечение молодых людей на эту профессию, востребованную, я говорю, во всех отраслях промышленности, очень важно. И проведение вот таких соревнований создает атмосферу соперничества, дает перспективу на будущее, участие в других соревнованиях. Я решил принять участие в этом чемпионате, потому что я захотел проявить свои профессиональные навыки сварщика. Для меня это участие очень важно, но победить хочет каждый, но победит сильнейший. Победа победами, но все же одна из главных задач этих соревнований – повышение престижа рабочих профессий. По словам директора Чебоксарского электромеханического колледжа, данный конкурс помогает студентам понять, правильную ли профессию они выбрали. Этот конкурс по рабочим профессиям, региональный этап чемпионата мира, он способствует тому, что появляется интерес профессии. Это первое. Второе. Мы же на этом конкурсе видим, так как эксперты – это работодатели, мы на этом конкурсе видим свои огрехи, работодатель нам подсказывает, и они помогают нам формировать содержание будущих программ. То есть конкурсы помогают нам в перспективе готовить ребят лучше и более качественно, чем это мы сделаем сейчас. Татьяна Леонтьева, Николай Яковлев, Республика. И мы продолжаем свой рассказ о рабочих профессиях. Повара и кондитеры стали участвовать в фестивале только три года назад. Но их активности можно позавидовать о сложности профессии. Ее вкусные начинки узнавала Екатерина Брамова. Показать навыки поварского искусства на региональном этапе отважились представители пяти районов Чувашии. В течение уже двух дней в техникуме питания и коммерции витают разные запахи. На суд экспертов выставляются блюда, которые оцениваются не только по вкусу. Учитывается внешний вид расположения на блюде. Весомый показатель – рациональное использование продуктов. Многие критерии покажутся дилетантам незначительными. Но здесь все серьезно. Я очень рада, что мне представилась возможность стать председателем жюри по компетенции поварского дела. Вместе с профессиональной командой и экспертов нам предстоит выбрать победителя, который достоин будет защищать честь нашей республики на Самарском конкурсе «Портскилз России 2015 год». Волнения конкурсантов вполне понятны. К этому соревнованию я готовился уже давно. И бывало то, что после учебы я оставался и готовился. Было, конечно, сложно, но к этому я шел долго. И надеюсь, что я сегодня показал себя. И было все красиво и вкусно. С прошлого года в фестивале принимают участие и кондитеры республики. Их задача, по мнению эксперта, немного сложнее. Сегодня они создавали невероятные торты, подобных которым на прилавках магазинов не увидишь. Конфеты ручной работы, а впереди еще изготовление композиций из шоколада и лепка из мерцепана. Думаю, что все участвуют здесь с радостью, потому что это очень интересно. Хотя задания трудные, но я думаю, будет результат хороший. И будет первое место. Надеюсь, достойно кому-то точно попадется. Понятно, что юным поварам и кондитерам очень важно занять призовые места. Это оценка их способностей. Но все же главное – это любовь к профессии, глубокое погружение в таинство, приготовление пищи. О таланте скажем мы с вами, когда попробуем блюда молодых участников конкурса. Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика. Чебоксарский электромеханический колледж является региональным коррозационным центром чемпионата рабочих профессий в нашей республике. По окончании первого дня соревнований нашему корреспонденту удалось встретиться с заместителем директора ЧМК. Интервью с Игорем Поликарповым смотрите сразу после выпуска новостей. Культура как средство коммуникации между людьми. Две республики, наши и Татарстан имеют давние связи и обширный обменный фонд. В Национальной библиотеке в рамках Международного дня театра открылась выставка работ народного артиста Татарстана Празата Исанбета. Актер, педагог, режиссер. А еще и замечательный художник. Выставка Празата Исанбета – это симбиоз жанров, стилей и направлений. Здесь и портреты, и театральные сцены, и эскизы декораций. Так как Празат видел актеров, и как он их рисовал, наверное, никто так не сможет, потому что режиссер, он их чувствует изнутри. И для художника это самое главное. Потому что они здесь похожи на себя больше даже, чем в жизни сами. На открытие выставки приехали его родственники, друзья и коллеги. Это дань памяти человеку, чей талант так многогранен. Конечно, впервые вы сможете лицезреть на его шаржи, карикатуры, на живописные работы, графические работы. То есть даже у нас казанский зритель не знает его творчество как художника. А в Татарстан совсем скоро с ответной выставкой отправятся и наши театральные художники. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. А в музее Михаила Сеспили отметили Всемирный день писателей. Уже в течение 10 лет там устраивают вечера памяти чувашских поэтов. Многих ярких имен уже нет с нами. История насчитывает десятки фамилий писателей, составивших славу чувашской литературы. На вечере читали их произведения, вспоминали жизнь, творчество. Почтить память писателей пришли поэтессы Марье Левтина, Светлана Азамат, Лидия Сорине и Раиса Сорби. Те писатели, которые ушли уже в мир иной, они оставили классические свои произведения, в которых мы учимся правильно читать, правильно мыслить, правильно говорить по-чувашски. Потому что они так красиво писали по-чувашски, диву даешься. Даже мы, современные читатели, не знаем, как понимать то или иное чувашское слово. Поэтому, чтобы обратить внимание именно на эти произведения, мы проводим этот вечер поэзии памяти чувашских писателей. Звучали и современные прозы, стихи. Участниками вечера стали ученики пятого класса школы номер два города Чебоксары. Анастасия Алексеева, Алена Алтухова, Андрей Шоклев, Республика. Улыбайтесь чаще, вам это идет. Так звучит дефис городской стоматологической поликлиники. Показать свои улыбки и заодно проверить зубы в стоматологию пришли ветераны войны. Репортаж об этом смотрите далее. Я с вами прощаюсь. До свидания и всего вам доброго. Оказывать услуги ветеранам войны на льготных условиях стало доброй традицией. Вот уже несколько лет подряд они приходят в городскую поликлинику, чтобы получить ответы на вопросы, связанные с лечением и протезированием зубов. Кстати, на этот раз ветеранов ждали бесплатные консультации и профилактические осмотры полости рта. Здесь делается очень много с ветеранами. И многие ветераны действительно с зубами проблемы. Возраст он весь возраст. Стареем не только мы сами, но весь организм и зубы тоже. Поэтому, конечно же, мы знаем, что слава идет об этой поликлинике. Очень хорошая. Поэтому именно сюда хотели прийти. Вера Соловьева пришла сюда впервые. И мне очень понравилось вообще такое здание большое, хорошее. Опять персонал. Все такие аккуратные, все чистые. И все красивые. Откуда набрали таких людей, не знаю. Им большое спасибо за то, что нас приняли сюда. В год 70-летия Победы такое внимание к пожилым дорогого стоит. Но городская поликлиника расширяет территорию обслуживания. Здесь серьезно решили заняться детской и школьной стоматологией. Вот уже два года функционирует клиника на колесах. Это автобус, в котором лечиться одно удовольствие. Специалисты приезжают по заявке в любое учреждение. Кстати, такой передвижной комплекс скоро доберется и до районов республики. За прошлый год профилактическую помощь доктора оказали 20 школам и такому же количеству детских садов. Такие же планы на этот год. Соматологическая индустрия очень быстро, бурными темпами развивается вперед. И мы сегодня не отстаем эти передовые технологии, которые есть, а мы применяем. Например, компьютерный томогуф. Если 3-4 года назад мы только мечтали о компьютерном томогуфе, сегодня мы имеем в своей структуре эту диагностику. Сегодня городская стоматологическая поликлиника является самым крупным медицинским учреждением по оказанию стоматологических услуг в столице республики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok